Фовка. Детскую оклеили новыми обоями. Обои были очень хорошие, с пестрыми цветочками. Но никто не досмотрел ни приказчик, который продавал обои, ни мама, которая их купила, ни нянька Анна, ни горничная Варя, ни кухарка Паша. Словом, никто, ни один человек не досмотрел вот чего. Маляр приклеил к самому верху, вдоль всего карниза, широкую бумажную полосу. На полосе были нарисованы 5 сидящих собак и посередине их желтый цыпленок с помпушкой на хвосте. Рядом опять сидящие кружком 5 собачек и цыпленок. Рядом опять собачки и цыпленок с помпушкой. И так вдоль всей комнаты под потолком сидели 5 собачек и цыпленок. 5 собачек и цыпленок. Маляр приклеил полосу, слез с лестницей и сказал «ну-ну». Но он сказал это так, что это было не просто «ну-ну», а что-то похуже. Да и маляр был необыкновенный маляр. До того, замазанный мелом и разными красками, что трудно было разобрать, молодой он или старый, хороший он человек или плохой человек. Маляр взял лестницу, протопал тяжелыми сапогами по коридору и пропал через черный ход. Только его и видели. А потом и оказалось, мама никогда такой полосы с собаками и цыплятами не покупала. Но делать нечего. Мама пришла в детскую и сказала «ну что же, очень милая собачки и цыпленок». И велела детям ложиться спать. У нас детей было двое у нашей мамы, я и Зина. Легли мы спать. Зина мне и говорит «знаешь что, а цыпленка зовут Фовка». Я спрашиваю «как Фовка?» А вот так, сам увидишь. Мы долго не могли заснуть. Вдруг Зина шепчет «у тебя глаза открытые?» «Нет, зажмуренные. Не слышишь?» Я навострил оба уха. Слышу, потрескивает где-то, попискивает. Открыл в одном глазу щелку. Смотрю, лампадка мигает, а по стене бегают тени, как мячики. Лампадка затрещала и погасла. Зина сейчас же залезла ко мне под одеяло. Закрылись мы с головой. Она и говорит «Фовка, все масло в лампадке выпил». Я спрашиваю «а шарики зачем по стене прыгали?» Это Фовка от собак убегал. Слава богу, они его поймали. Наутро проснулись мы, смотрим, лампадка совсем пустая, а наверху, в одном месте, около Фовкиного клюва, масляная капля. Мы сейчас же все это рассказали маме. Она ничему не поверила и засмеялась. Кухарка домная засмеялась. Горничная Маша засмеялась тоже. Одна нянька Анна покачала головой. Вечером Зина мне опять говорит «Ты видел, как нянька покачала головой?» «Видел». «Что-то будет...» «Нянька не такой человек, чтобы напрасно головой качать. Ты знаешь, зачем у нас Фовка появился?» «Наказание за наши с тобой шалости. Вот почему нянька головой качала. Давай-ка лучше припомним все шалости, а то будет еще хуже». Начали припоминать. Припоминали, припоминали, припоминали и запутались. Я говорю «А помнишь, мы на даче взяли гнилую доску и положили через ручей?» Шел портной в очках. Мы кричим «Идите, пожалуйста, через доску, здесь ближе». Доска сломалась и портной упал в воду. «А потом Домна ему живот утюгом гладила, потому что он чихал». Зина отвечает «Неправда, этого не было, это мы читали. Это сделали Макс и Морец. А я говорю, ни в какой книжке про такую гадкую шалость не напишут. Это мы и сделали». Тогда Зина села ко мне на кровать, поджала губы и сказала противным голосом «А я говорю, напишут, а я говорю, в книжке, а я говорю, ты по ночам рыбу ловишь». Этого, конечно, я снести не смог. Мы сейчас же поссорились. Вдруг кто-то цапнул страшно больно меня за нос. Смотрю, и Зина за нос держится. «Ты что?» – спрашиваю Зину. Она отвечает мне шепотом. «Фовка, это он клюнул». Тогда мы поняли, что нам не будет от Фовки житья. Зина сейчас же заревела. Я подождал и тоже заревел. Пришла нянька и сказала, что если мы не заснем сию же минуту, то Фовка отклюет нам весь нос до самой щеки. На другой день мы забрались в коридоре за шкаф. Зина говорит, с Фовкой нужно прикончить. Стали думать, как нам избавиться от Фовки. У Зины были деньги на переводные картинки. Решили купить кнопок. Отпросились погулять и прямо побежали в магазин пчела. Там двое гимназистов подготовительного класса покупали картинки для наклеивания. Целая куча этих замечательных картинок лежала на прилавке. И сама госпожа пчела с подвязанной щекой любовалась, жалея с ними расстаться. И все-таки мы спросили у госпожи пчелы кнопок на все 30 копеек. Потом мы вернулись домой, подождали, когда отец и мама уйдут со двора. Прокрались в кабинет, где стояла деревянная лакированная лестница. От библиотеки притащили лестницу в детскую. Зина взяла коробочку с кнопками, залезла на лестницу под самый потолок и сказала, Повторяй за мной. Я с моим братом Никитой даем честное слово никогда не шалить. А если мы будем шалить, то не очень. А если даже очень будем шалить, то сами потребуем, чтобы нам не давали сладкого ни за обедом, ни за ужином, ни в 4 часа. А ты, Фовка, сгинь, чур-чур-чур-чур, пропади. И когда мы сказали это оба громко в один голос, Зина приколола Фовку кнопкой к стене. И так приколола быстро и ловко, не пикнул, ногой не дрыгнул. Всех было 16 Фовок. И всех приколола кнопка мизина. А собачкам каждый носик помазала вареньем. С тех пор Фовка нам больше не страшен. Хотя вчера, поздно вечером, на потолке началась была возня. Писк и царапанье. Но мы с Зиной спокойно уснули. Потому что кнопки были не кое-какие кнопки, а куплены у госпожи пчелы.